12-й. Бывший министр иностранных дел Германии и активный участник нормандского квартета сегодня принял присягу и окончательно вступил в должность президента Германии. Какими были первые заявления нового главы государства? В материале Татьяна Лагуновой. Во дворец Бельвю резиденцию главы государства Франк-Вальтерштайн Майер с супругой въехали еще на выходных. Президент уходящий Юахим Гаук передал дворец президенту новоизбранному. Символически. Окончательно в должность Штайн Майер вступил только сегодня. Бывший депутат, дважды министр иностранных дел, принял присягу в парламенте и сразу же обратился к президенту Турции. Президент Эрдоган, не ставьте под угрозу все, что вы и другие создали. Прекратите ваши сравнения с нацистами. Не разрывайте связи с такими людьми, как мы, которые хотят сотрудничать с Турцией. Уважайте правовое государство, свободу СМИ. Роль президента, впрочем, ограничивает Конституция. Основной закон четко определяет полномочия главы государства. Он представляет страну за рубежом, формально подписывает законы и утверждает в должности избранных канцлера и министров. Но в Германии не исключают. Штайн Майер, политик с огромным опытом, может поломать традиции. И из дворца Бельвю будут намного чаще, чем обычно. Звучать политические заявления. Президентский дворец социал-демократы уже заняли. Следующая цель в 10 минутах ходьбы резиденция канцлера Германии. Хозяином этого здания уже осенью попробует стать бывший президент Европарламента Мартин Шульц. И как показывают соцопросы, у него есть все шансы это сделать. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.